Виталий Бондаренко Сейчас наше служение уже подошло к концу, скоро мы возвращаемся домой и будем готовить следующие группы для того, чтобы снова возвратиться к вам Сейчас мое искреннее желание, чтобы Бог просто вас благословил и вашу жажду удовлетворил, потому что это может дать человеку только Бог И мое желание, чтобы эта конференция, она послужила к изменению вашей жизни и вашему личному духовному росту Вы не против, молодежь? Поэтому примите пламенный привет от молодежи Америки, которые, как и вы все, в большинстве любят Бога и служат Богу Обильных вам Божьих благословений Итак, я знаю некоторых ваших здесь проповедников, которые уже служили и будут служить И я знаю, что вы имеете здесь благословенных служителей и имеете благословенное слово, не так ли? Поэтому мое желание, чтобы это слово, оно принесло вам обильные результаты и плоды И я поговорю немножко о другой проблеме, о проблеме духовного роста, которая связана немножко и с нашим состоянием, и с состоянием нашего сердца, о проблемах духовного аппетита Истина состоит в том, послушайте, что мы получаем отборные зерна, сеются семена хорошие Но не всегда мы готовы принять это слово, как слово Божье И поэтому, даже слушая благословенных проповедников, иногда наша жизнь не меняется Но Бог желает, чтобы мы росли возрастом духовным, во имя Иисуса Как мы это все можем иметь? Скажите, пожалуйста, вообще, что необходимо человеку для нормального духовного роста? Как вы думаете? Что надо для роста? Вообще, слушайте, дети растут не потому, что им хочется вырасти, хотя им хочется А они растут, потому что кушают, все И если вы будете кушать, вы будете расти Но чтобы вы имели возраст духовный, есть две проблемы, которые надо решить Надо иметь хорошее питание, и еще надо иметь хороший аппетит И об этом, и еще немножко другом я хочу поговорить Смотрите, если дети питаются, то они растут Но вначале Бог рождает нас Для новой жизни мы рождаемся свыше, не так ли? Мы получили новое рождение, благодаря Господу Богу Но слушайте, когда дети рождаются, я увидел следующую картину Что дети маленькие, они удивительно похожи друг на друга Даже в роддомах, чтобы не перепутать Им даже вот такие знаки, отличия какие-то цепляют Но еще удивительно есть то, что часто наши дети Они похожи на нас, родителей И родителям это нравится Хуже, если не похожи Сомнения приходят Но и это еще не все Когда дети вырастают То они становятся уже похожими на родителей Не просто внешне, лицом А они похожи уже и характером, и привычкой, и поведением И она смотришь на таковых детей Со стороны и говорят Вылитый папочка Наша цель Это уподобление Христу Аминь Если вы этой цели желаете достичь А я знаю, что вы желаете То просто я прошу вас Разрешите Богу вас отлить Сформировать свой образ И в свое подобие Бог над этим трудится и сегодня Слава Богу Слово Божие, которое я буду читать Это Иоанна 2 глава Здесь написано в следующих словах Я читаю 14 стих Я написал вам отцы Потому что вы познали безначального Я написал вам юноши Потому что вы сильны И Слово Божие пребывает в вас И вы победили лукавого Еще раз Я написал вам юноши Потому что вы сильны И Слово Божие пребывает в вас «И вы победили лукавого. Не любите мир, а не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». И последний стих. «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек». Мир, вообще-то, пытается зацепить, особенно молодежь, похотью. И если человек просто начинает в этом направлении двигаться и останавливается там, где не надо, то он может там задержаться надолго, потому что в результате все, грех вырабатывает в нем привычку, удовольствия не будет, а привычка останется надолго и серьезно. «Потому Бог говорит, не любите мира, не того, что в мире». И очень веское заявление, потому что и мир проходит, и похоть его, все это временно, а исполняющий волю Божию, что пребудет вовек. Итак, сегодня я хочу говорить о проблемах духовного аппетита. Проблемах духовного аппетита. Может быть, у вас с аппетитом все нормально, я имею в виду духовный аппетит. Даже если это так, это пригодится вам в будущем. И еще мне очень хочется, чтобы Бог удовлетворил вашу жажду, и аппетит у вас был настолько серьезный, чтобы все, что здесь будет проповедоваться, оно было к славе Божией и к изменению нашей жизни, к духовному росту. Итак, какой бывает вообще аппетит в людях? Аппетит номер один – это нормальный аппетит или здоровый аппетит. Что об этом написано в Библии? Написано так. «Великое приобретение – быть благочестивым и что? Довольным». Оказывается, довольным быть не так просто. И вообще трудно встретить довольного человека. Удивляет меня то, что люди недовольны жизнью, недовольны окружением, но довольны сами собой. Библия говорит «великое приобретение, великое». Быть каким человеком? Благочестивым и что? Довольным. Это здоровый аппетит. Это нормальное состояние христианина. Хорошо, если мы это все имеем. Аппетит номер два – это избирательный аппетит. О нем написано в Библии так, 2 Тимофеев 4, 3. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать что? Не будут. Но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху их». Избирательный аппетит. Будет время, возможно, уже сейчас есть, когда здравого учения принимать не будут, но будут избирать себе учителей, которые как бы стили слуху их. Вы знаете, что нам всем нравится, когда нас по головке так поглаживают, говорят «хороший ты, молодец, правильно поступаешь». Правда, нравится? Но что для меня интересно, что Бог не говорит по сердцу, но Бог всегда говорит к сердцу. Написано «говорите к сердцу Иерусалима». Что это значит? Если Бог говорит, Он говорит не то, что тебе нравится, а то, что тебе необходимо. Слава Богу за это. И еще третье состояние или третий аппетит – это извращенный аппетит. Это когда человек питается тем, что не свойственно вообще христианину. Со стороны можно видеть, чем питается человек. Послушав человека 5-10 минут, можно понять, чем он живет. Как мы это узнаем? Написано «ибо от избытка сердца говорят уста». Поэтому механики будут говорить о машинах, продавцы о том, что купил и что продал, грешники о том, о сколько они выпили, где и когда и с кем. Я думаю, что это вам знакомо. Ибо от избытка сердца говорят что? Уста. И так я назвал три различных состояния или три аппетита. И следующая моя мысль – почему пропадает вообще аппетит в людях? Почему люди, даже присутствуют на больших конференциях, не всегда открыты их уши, чтобы слушать? Почему это случается? Первая причина – потому что этому способствует грех. Вообще грех вызывает духовные болезни. А больному человеку много не надо. Хотя и пытаются ее кормить самой лучшей пищей. Но тем не менее сначала ее надо вылечить, а потом кормить. Поэтому Бог за то, чтобы наше состояние пред Богом было каким? Правильным. Убери преграду. На основании Библии это написано. Смотрите, как написано в Библии. «Посему отложивший всякую нечистоту и остаток злобы». Нечистота – это очень такое отрицательное слово. И все это надо оставить или отложить. И остаток злобы. Я говорю, христиане отличаются тем от остальных, что у них ничего много не бывает. По чуть-чуть. Немножко злимся, немножко негодуем, немножко расстраиваемся. И остатки злобы написано. В кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Убери преграду и начинай питать свой, свой дух, чтобы жить, чтобы побеждать и жить. Почему еще иногда нету духовного аппетита? Потому что люди насытились уже чем-то другим. Мы испытываем голод только тогда, когда наш желудок пустой. Когда мы уже туда что-то положили, то независимо, чем он наполнен, нам уже трудно питать себя или принимать какую-то пищу. Поэтому христиане должны воздерживаться от всего того, что не есть от Бога, что не способствует нашему духовному росту. В принципе, для молодежи это серьезная проблема. Почему? Потому что они многие живут тем, чтобы ищут развлечений. В принципе, отдыхать, развлекаться – это неплохо. Но Библия говорит, чтобы мы правильно питали свой дух, чтобы жить победоносной жизнью. Я не знаю, как у вас, вот я часто встречаю в Америке, что молодежь ищет фана. Ну, по-русски это развлечение. И фана этого все меньше и меньше, хотя возможностей вроде бы предостаточно. Почему люди все же не удовлетворены? Потому что только в Боге успокоится душа наших. Фана вроде бы много, а удовольствий очень мало. Но поиск продолжается. И я просто говорю обычно к молодежи, если это ваш образ жизни, то вы должны знать, что вас ожидает в будущем. Они, конечно, желают это знать. Я хочу вам это передать. Если я говорю, это твоя жизнь, то твоя жизнь будет следовать по следующим ступеням. Фан, фан, а потом профан. Профан в музыке, профан в учебе, профан в служении, профан в жизни. Каждый вправе выбирать, как ему строить свою жизнь. Но моя Библия, ваша Библия говорит, что можно жить совершенно другой жизнью. Иногда спрашиваю у молодежи, они собрались вместе и собираются куда-то идти. Я спрашиваю, куда вы идете сегодня? Они говорят, не знаем. Я говорю, лучше оставайтесь дома. Нет, мы пойдем. И вы знаете, когда они уходят, не зная, куда они идут, они обязательно что-то найдут на свою голову. И не потому, что они желали этого искать, просто потому, что они это нашли. Вы знаете, об одном молодом человеке, он уже, может быть, и не так молодой был, написано есть так, это был Раваам, в котором был огромный потенциал, он принял царство богатейшее после Соломона, но он не состоялся как лидер и жизнь его, можно сказать, не сложилась так, как надо. И вы знаете, почему? Я вижу причину. Написано так. И делал он зло, потому что не расположил свое сердце, чтобы взыскать Бога. Почему он делал зло? Не потому, что он любил зло. Не потому, что он искал или желал это зло делать. Он делал зло, потому что не занял себя серьезными делами. Почему сегодня люди приходят в церковь и уходят из церкви? Они уверовали, они получили прощение, но они Бога не искали. Он не расположил свое сердце, чтобы взыскать Бога. Почему сегодня сколько зла и насилия во вселенной? Люди спрашивают, почему это все? Потому что люди в большинстве своем не расположили свое сердце, чтобы Бога искать. Молодежь, я не знаю, как проходит ваша жизнь, но если у вас бывают подобные вот такие явления, вы идете не зная куда, то лучше оставайтесь дома. У вас должна быть цель, и эта цель окрыляет. Достигая целей, вы будете иметь благословение и счастье в жизни. Не идите просто так. Не идите потому, что другие идут. Но идите так и идите туда, куда призывает вас Бог. Я верю в то, что Бог желает правильно дать направление в жизни, твоей и моей, и благословить молодежь Украины. Слава Богу за все это. Итак, дорогие мои, послушайте, что об этом говорит Библия. Почему это опасно для христианина? Приджи Соломона, 27 стих, написано так. Сытая душа попирает и сот, а голодной душе все горькое, сладко. Еще раз. Сытая или та душа, которая уже накормлена, ей ничем не угодишь, ей ничего не нравится, она даже попирает сот, а голодной душе все горькое, сладкое. Вот почему важно знать, какой у нас аппетит, в каком состоянии наше сердце, насколько мы готовы принимать то, что Бог заложил в своем плане, сказать вам сегодня, и не только сегодня. Итак, проблема духовного аппетита существует во Вселенной, причем с каждым днем эта проблема увеличивается и растет. Еще никогда христиане так много не учились, и никогда еще так не слушали много благословенных, прекрасных проповедников. Но тем не менее, проблема духовного аппетита, она, можно сказать, с каждым днем увеличивается. И мы, как христиане, должны постоянно заботиться и думать о том, как жить так, чтобы этот аппетит в нашей жизни, духовный аппетит, не пострадал. И я хочу вам предложить просто несколько витаминов. Вообще, если вы знаете, американцы очень много употребляют витаминов. Я вообще в физическом плане еще к этому не дошел, но я думаю, что они делают это правильно, это неплохо. Почему они это делают? В первую очередь, чтобы не болеть. У нас витамины приносят больному, а у них здоровому, чтобы здоровые не болели. Вообще, лучше болезнь предупредить, нежели ее что? Лечить. И поэтому я хочу просто, как представитель оттуда, предложить вам несколько духовных витаминов. Я думаю, что они жизненно важны и вам очень пригодятся в вашей служении, в вашем духовном росте. Итак, витамин номер один это здоровое общение или здоровое питание. О здоровом питании много книг написано, рекомендации и советов. Но есть не просто здоровое питание, а здоровая жизнь. И поэтому еще раз, витамин номер один это здоровое питание или здоровое общение. Здоровое общение. В мире, говорят так, с кем поведешься? Библия говорит, худые сообщества что? Развращают добрые нравы. Особенно это трудно слышать молодежи. У них уже круг друзей есть и не готовы за эту дружбу голову положить. Они соглашаются даже в ад вместе идти. Иногда тоже такое бывает. Хотя они иногда не понимают до конца что они делают и что творят. Но, пожалуйста, я предлагаю вам всем здоровое общение. Почему это важно? Я уже говорю некоторые стихи из Библии, но еще кое-что хочу вам сказать. Общайтесь, молодежь, с теми людьми, которые имеют в себе соль. В Библии написано, что слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено что? Солью. Еще раз, общайтесь с теми людьми, которые имеют в себе соль. Почему это важно? Знать, общаться и иметь. Потому что соль, если вы кушаете что-то соленое, она способна вызывать жажду. А когда вы будете жаждущими пред Богом, то все благословения Бога, они будут ваши. Потому что Библия говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. Поэтому всегда думайте, ваше окружение, ваши друзья, они вас окрыляют или наоборот тянут вниз. Пообщавшись с друзьями, вам хочется проповедовать, петь, еванализировать, служить или наоборот вам ничего не хочется. Я не знаю, какие ваши друзья, но я наблюдаю, думаю, что это не случайно. Вот смотрите, когда дети только растут, то почему-то младшие всегда стремятся дружить с старшими. И это не случайно, потому что они понимают, что это лучше, они знают жизнь и много могут их научить. Но когда они вырастают, они уже так не думают. И они как бы удовлетворены тем, что у них есть. Но я просто призываю вас, вы сделаете какие-то решительные действия. И измените ваше окружение, если оно вас тянет ко дну во имя Иисуса Христа. Иначе не только ваш аппетит пострадает, а вся ваша духовная жизнь. И если они удаляются от церкви, то они никогда вас к этой церкви не приблизят. И если они идут неизвестно куда, то вы тоже будете там, куда они в конце концов придут. Поэтому еще раз говорю, здоровое общение. Вот почему мы во Христе имеем привилегию общаться в церках наших. Это самое здоровое общение и общество, которое есть во Вселенной. Поэтому дорожите тем, что вы имеете от Бога. И пусть ваша жажда и ваш аппетит никогда, ни при каких обстоятельствах не пострадает. Да благословит вас Бог. Следующий витамин это свежий воздух или евангелизация. Я не знаю, мне как-то родители говорили, старшие люди, что солнце, воздух и вода и отрахита не останется из следа. Кто-то меня понимает, что такое вот рахит. Вы соприкасались с подобным мнением? То голова большая, то живот, как бы человек даже некрасиво выглядит. Неправильно развивается и неправильно растет. Это ужасно. Но Библия говорит, что мы можем эту проблему решить. поэтому солнце, воздух и вода и от неправильного развития духовного не будет и следа. Вы не будете больными, а вы будете здоровыми. Если человек больной рахитом, попробуйте привлечь его к служению. Его лечить надо. Но слава Богу, что есть новая жизнь в Иисусе Христе. Аллилуйя. Вы знаете, что мы в наших церквях дышим определенным кислородом. Слава Богу, если он есть. Но иногда, когда мы долго сидим в определенном здании, нам говорят, выйди на свежий воздух. И когда мы засиживаемся в наших церквях, то нам желательно периодически выходить на свежий воздух. Иначе не только ваше здоровье пострадает, но ваш духовный аппетит. И если вы чувствуете, молодежь, что у вас руки опускаются, крылья вы сложили, нет уже ни порыва к молитве, ни к служению, послушайте, выйдите, пожалуйста, на свежий воздух, пока вы сознание не потеряли. Пойдите в любой подземный переход, возьмите гитару, спойте из песней сионских, и вы получите обновление внутри. И если в церкви вам кажется, что вы уже исчерпали себя, и ты уже ничего не можешь, там ваши возможности очень существенно возрастут. Там люди, которые ожидают вас, они в серьезной нужде. Вот почему уже седьмой год мы выезжаем сюда с миссией и идем от деревни к деревне, благовествуя людям о Христе. Причем мы не просто проповедуем людям, мы не просим у них и не снимаем здания, мы пытаемся людям служить. И мы приходим к представителям властей, и мы говорим, мы хотим послужить вашим людям. И служа здесь, на Украине, я убедился в следующем, что люди могут не принять проповедование, они не могут отвергнуть свидетельство, но они никогда не откажутся от служения. Слава Богу! И когда один миссионер увидел одну женщину, плачущую, он подошел и сказал, можно я за вас помолюсь? Она говорит, можно. Он вспомнил, что он миссионер, говорит, извините, я хочу вам объяснить об Иисусе. А женщина ему сказала, сначала молись. Христос делал, а потом что? Учил. Чтобы люди, видя ваши добрые дела, прославили вашего Отца Небесного. Вы знаете, я только возвратился с Узбекистана. Послушайте, в этой стране запрещено миссионерство с законом. Запрещено прозрительство. Запрещено, не могут они открыть церковь, если нету 100 человек, зарегистрировать церковь. А остальных просто разгоняют. Как они вспоминают времена свободы. И они говорят, как жаль, что мы не использовали то время, которое мы имели в свое время. Но время это уже не возвратить. Мы не можем жить прошлым, какое бы оно хорошее не было. Впереди у нас новые нивы, и на эти нивы приглашает всех нас Иисус Христос. Представьте себе, если бы это армия молодежи, она поднялась и пошла во имя Бога благовествовать другим. Я верю, что мир, окружающий нас, он был другим. И да пусть Бог зажигает ваше сердце идти проповедовать, пока есть время благоприятное. И так свежий воздух. Я уеду от вас, но может быть, у вас покроет вас какое-то уныние. И вы будете сломлены в вашем духе. Пожалуйста, не забудьте эти витамины. Даже если вам очень трудно в жизни вашей, пойдите, помогите кому еще хуже. И вы исцелитесь во имя Иисуса. Слава Богу! Витамин номер три. Это солнышко или служение? Это солнце, которое светит, и греет других. Еще раз, солнышко или что? Служение. Мы призваны служить другим людям. Поэтому я не знаю вашей жизни, но меня часто спрашивают, Виталий, как живешь? Вы знаете, как я отвечаю для них? Я отвечаю так, имея по милости Божьей это служение, мы не унываем. я не знаю как вы живете, но я хотел бы, чтобы вы жили так, чтобы у вас на уныние времени не хватало. И вообще я верю, тот, кто служит, тот унывать не будет, но тот, кто живет сам по себе и для себя, он время от времени будет страдать от различных расстройств и обиды. Поэтому еще раз солнышко или служение, не живите для себя, не преклоняйся пред самим собою, но раздавай, расточай, как это сделал Христос, и ваша жизнь совершенно изменится во имя Иисуса Христа. Только в служении вы можете понять вашу истинную ценность, вам откроется ваша духовность, вы увидите себя в истинном свете, потому что когда вы сидите здесь на своих местах, то вы все соображаете неплохо. Вы знаете, как болельщики на стадионе, они все знают, куда бить, кому бить, как правильно бить, но интересно то, что эти болельщики, они никогда наград не получают. Награды получают кто? Другие. Библия говорит, так бегите, чтобы вам что? Получить. И я хотел бы, чтобы вы просто приняв это слово, приняв эти духовные витамины, были исцелены внутри вас, чтобы ваша жажда по Богу никогда не угасала. И последний витамин или последнее пожелание для вас. Вообще, я не знаю лучшего способа, как заставить человека кушать, как самому начать кушать. По-русски говорят так, аппетит приходит во время еды. Я верю в то, что здесь сам Бог приготовил обильный стол на каждый день. И мое искреннее желание, чтобы аппетит вас с каждым днем был все лучше и лучше, чтобы вы вместили все то, что Бог приготовил для вас и были вполне благословлены во имя Иисуса. Если, например, вы сидите возле тех, которые кушают, послушайте, что-то произойдет с вами, ваш рот начинает увлажняться, появляется неизвестно откуда слюна, и вам вдруг приходит желание покушать. Это нормальное желание, потому что я уже сказал, аппетит приходит во время еды. И я не знаю, вот культуры есть разные, вот в американской культуре, если вам предложили кушать, и вы отказались, могут больше вообще не предложить. Поэтому, если вы когда-нибудь окажетесь там, пожалуйста, запомните и этот совет. На Украине надо минимум три раза предложить, и надо минимум культуру три раза отказаться. я извините, не хочу, но послушайте, это не всегда правильно. Знаете почему? Я лично наблюдал такие ситуации. Например, они предложили, вы отказались, они сели себе кушают, а вы сидите и представляете, что происходит с вами. И когда вы оказались в такой ситуации, вы начинаете размышлять приблизительно следующее. Но раз отказались, и у вас уже аппетит возрос, и вы думаете, хотя бы еще раз предложили. А они молчат. Потом к вам идея приходит, ну хотя бы чай предложили. И в конце концов наступает вот этот момент истины может быть вы чай попьете. И вы начинаете присоединяться к этому столу, но тянетесь к ближайшему бутерброду, потому что у вас аппетит уже достаточно серьезен. И когда вы покушали, значит вы исцелились и окружающие вас довольны. Поэтому никогда не спешите говорить нет, но всегда будьте готовы принимать то, что предлагает вам Бог. Аллилуйя! Практический или библейский пример из Библии. Послушайте, когда-то апостол Павел, он ехал, можно сказать, на свой решающий экзамен в Рим. Это путешествие было в планах Божьих, чтобы Павел там еще засвидетельствовал кое-кому об Иисусе. И смотрите, когда они садятся на корабль, там Павел что-то советовал для начальника корабля и сотника, но они не обратили внимания на этого узника, никакого внимания. Подул, вы помните вот этот ветерок южный, они подумали, что это получили желаемые и поплыли, но скоро проднялся противный ветер против них, и эта лодка начала качать ее, и она была ганима волнами. И наступил момент, когда они сказали, что так как долгое время они не видели ни солнца, ни звезд, то исчезла всякая надежда, что к их спасению. Они не кушали приблизительно две недели, как вам кажется, почему они не ели? что они постились. Вы знаете, если ты знаешь, что завтра пойдешь, ну то какая разница, голодный ты будешь или сытый. Им было не до пищи, понимаете? Не до того. И вот смотрите, что делает Бог. И значит, однажды апостол Павел, когда наступил серьезный кризис, он начинает говорить, обращается к ним и говорит, что пожалуйста, Господь что-то открыл для меня и я убеждаю вас ободриться, потому что вы не погибнете. Но что интересно, я нахожусь здесь, что он ободряет их, а они не ободряются. Они никак не реагируют, хотя это был сам апостол Павел. Потом он вторично говорит и сказал, ангел Бог, которому принадлежу и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал, не бойся, Павел, тебе должно предстать предкесаре, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобой. Смотрите, вторично он говорит, потому ободритесь, мужик, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Скажите, они ободрились? Нет. Эта проповедь на них никак не подействовала. Ничего не поменялось, потому что у них нет уже никакой надежды. И так четырнадцатый день они остаются без пищи. И я читаю последние стихи перед наступлением дня. Павел уговаривал всех принять пищу, говоря, сегодня четырнадцатый день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего. Скажите, пожалуйста, не послушали Павла? Нет. Нет. И следующий стих. «Потому прошу вас, примите пищу, это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет и волос с головы вашей». Он говорит, «Я убеждаю вас, примите пищу, это послужит к сохранению вашей жизни». Они начали кушать? Нет. Дальше читаю. «Сказав это, он взял хлеб, возблагодарил Бога перед всеми и разломил, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли что? Пищу». Вы знаете, одно дело соприкасаться с Богом на большой конференции, а совершенно другое дело на корабле, который тонет. Реально переживать Иисуса, это очень непросто, но это очень здорово. И вот здесь апостол Павел переживал реальный факт из его практической жизни. Как он их не убеждал, ничего не подействовало. Но когда он начал кушать, тогда весь корабль ободрился и тоже приняли пищу. И послушайте, если бы они этого не сделали, они бы просто бы не спаслись. Потому что надо было достигать берега в плав или на доске, а для этого надо было физически быть здоровым, силу надо было иметь. И Павел говорит, это послужит к сохранению вашей жизни. Пожалуйста, примите эту пищу, а они не принимают и все. и только тогда, когда он сам начал кушать, они ободрились, приняли пищу и были удивительным образом спасены. Действительно, не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящим к нам что? От Бога. Но важно, друзья мои, не просто проповедовать Слово Божье, не просто читать его время от времени, но важно этим словом что? жить. Как узнать человека, живу я Словом Божьим или же я не живу этим Словом Божьим? Я вам даю как бы три характеристики или три теста. Человек, который живет Словом Божьим, он будет говорить это Слово. И вот избытка сердца говорят уста. Человек, который живет Словом Божьим, он будет размышлять об этом Слове, потому что он любит. И человек, который живет Словом Божьим, он будет это Слово что? Исполнять. И я вам этой жизни от души желаю. Я написал вам юноши, потому что вы сильны. И Слово Божье что? пребывает в вас. И вы победили лукавого. Очень важно читать Слово Божье не для других. Не с той целью, чтобы проповедь сказать, а для себя. И когда вы будете читать для себя, общаться, беседовать для себя, остальные присоединятся к вашему духовному столу и скажут, о чем вы размышляете сегодня? У них возникнет вот этот аппетит духовный. мы мы пытаемся медом, мы пытаемся деньгами как бы привлечь детей, чтобы они Библию читали. Иногда и медом не получается. Начните сами жить. Начните сами жить, и люди потянутся к этому Слову. Аппетит приходит, что во время еды я желаю вам обильных Божьих благословений. Я желаю, чтобы ваш духовный аппетит никогда не пропадал. И я хочу, чтобы люди, которые будут окружать вас, они также любили Слово Божие и жили этим Словом. Пусть вас Бог обильно благословит. Вся слава только Ему. Аминь.